Одна Арии становится поворотной точкой в оперной карьере. Так, однажды, во время исполнения оперы Шарпантье Луиза, юной дебютантке пришлось прямо по ходу спектакля заменить заболевшую солистку. А утром она проснулась знаменитой. Интересно, как эта Ария повлияет сегодня на судьбу Марии Буйносовой? Я просматриваю свои записи, слушаю, анализирую, делаю какие-то выводы, разбираю свои ошибки или какие-то плюсы. Естественно, самоанализ – это необходимая часть нашей профессии. Я хочу хорошо делать свое дело. Мне кажется, это главная цель для артиста. Вот я говоря, у меня мурашки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ В них вкус счастья! АПЛОДИСМЕНТЫ Надя, хотела обратиться к вам. Вот сегодня Мария по воле режиссера лежала в яблоках. Наверняка в вашей судьбе тоже были какие-то невероятные театральные сценические эксперименты. В каких предметах, в каких растениях, в каких фруктах приходилось лежать, если приходилось? Да, пожалуй, во всем, что вы перечислили. Я пела во многих очень противоречивых, очень современных постановках. Что касается вас, то мне практически нечего сказать. Для меня вы коллега, а не конкурсантка. Всегда видишь, когда певец уже выступает на сцене. Видно, что он, естественно, держится, что это абсолютный профессионал. Совсем иное дело, когда кто-то учится, и у него пока не было возможности показать себя на сцене. В общем, это просто потрясающе. Я не хочу быть вам судьей. Я отдаю вам свой голос, и что тут говорить? Дама Гвина. Ну, самый сексуальный момент, который у меня был на сцене с яблоками, это было в Парижской опере, когда я пела в коронации Попеи с Джоном Виккерсом. Мы лежали на ковре из медвежьей шкуры, и на мне было надето что-то очень воздушное. А он пел о моих красивых яблочках и гладил их. Это было нечто, потому что Джон Виккерс очень религиозный человек. Но я думаю, что он все же хорошо провел время, да и я тоже. Это была замечательная постановка. Кстати, я должна сделать вам комплимент, потому что вы настолько хорошо поставили эти сцены. Они стали великолепным фоном для молодых исполнителей. Какие интересные идеи. Я никогда ничего подобного прежде не видела. Просто потрясающе, как вы все оформили. Мне это безумно нравится. Очень сложно что-либо говорить, когда выступающий, уже состоявшийся артист. Но я бы хотела от вас более чувственного звука, больше пиано и более стабильного звучания. Это очень чувственная ария. В целом, мне очень понравилось ваше выступление. Я отдаю вам свой голос. И уверена, вы не съедите все эти яблоки. Может быть, оркестранты проголодаются в конце программы, и тогда мы могли бы их угостить. Большое вам спасибо за выступление. Нашим участникам сегодня очень везет. Ведь их выступление сопровождает высококлассный, блистательный оркестр. Симфонический оркестр Москвы. Русская филармония. Ну и, конечно, наш маэстро. Оливер Диас. Дорогой Бруно. У Марии красивый, интересный голос. Пиано было слегка прерывистым, не очень ясным. Французский у нее, должен сказать, с испанским оттенком. Даже больше испанский, чем французский. Но я отдаю ей свой голос. АПЛОДИСМЕНТЫ Дмитрий, как вы оцениваете выступление Марии? Я, конечно, даю ей голос. Тут не может быть другого ничего. Но я бы хотел сказать два слова про эту Арию. Мария, вот Оливер Диас дирижирует сейчас. Он у нас в театре дирижирует Трубадур. В него влюблены все наши актрисы. Все. И, кстати, артистки оркестра тоже. Внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ И представьте себе, что вот сейчас в Яблоках он вас расцеловал. Вот все в него влюблены, а он вас бы расцеловал. И вот после этого спеть эту Арию. Понимаете, там Ария про что? Она же не Ария Иоланты. Да, конечно. И не Ария даже Виолетты. Потому что это Ария про физику. Она говорит, вот остались губы на губах. Это, наверное, самая эротическая Ария в оперном искусстве вообще. Поэтому я вам желаю поцеловаться с Оливером Диазом. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот как! АПЛОДИСМЕНТЫ За свое сегодняшнее выступление Мария Буйносова получает 4 голоса жюри. АПЛОДИСМЕНТЫ